Уважаемые любители моих небольших роликов о фотографии, сегодня я нахожусь в Переславле-Залесском, в котором мы начинаем тестирование двух очень интересных камер. Одна хорошо вам известная лейка монохром М10, а вторая, предоставленная мне фирмой М10, но уже не монохром, а с полноцветной матрицей. Вот эта разница между двумя такими странными камерами, которые являются шедеврами оптического и механического творчества фирмы Leitz, они очень интересны в сравнении, потому что кажется, что черно-белая монохромная лейка особенно не нужна, раз вы можете всегда превратить из цветного изображения лейки М10, трансформировать его или превратить в черно-белое, причем соответствующие коррекции. В чем разница и хитрость, мы с вами попробуем разобраться при сравнительной съемке. Дорогие, уважаемые любители моих экспериментов в области фотографии, сегодня у нас, как вы поняли, очень любопытное развлечение. Мы сравниваем вот эти две уникальных лейки. Монохром М10 и такую же точно М10, только с цветной матрицей. Задача очень сложная, поскольку кажется, что в монохромной лейке особой нужды нет. Но посмотрим теперь на то, что получается при сравнении этих камер. Ну, я начал, естественно, снимать с того места, на котором стоял. Вот, посмотрите, стену. Белая стена, красноватые крашеные храмы и рядом черно-белые фотографии. Вроде бы отличий особых нет. Перейдем к более затейливому сюжету. Несколько старых столбов монастырской ограды, которые обветшали и, конечно, представляют собой некоторый художественный интерес. Но, как видите, разницы тоже почти нет. Правда, как-то картинка, полученная фотокамерой М10 с цветной матрицей, немножко более серенькая. Я не делал никаких ухищрений в фотошопе или в лайтруме, как многие пользуются. Я поступил и лепил очень просто. Я просто переводил картинку в градации серого. И больше никак с ней не работал. Но, тем не менее, мы видим, что яркостный диапазон у монохромной камеры в черно-белом варианте, конечно, немного повыше. Ну и, тем более, здесь интересная следующая картинка. Недалеко от Переславля, почти на берегу Плещеево озера, стоит такой красивый светлый монастырь. Вот его съемка в очень удапочной, при очень удачном освещении показывает, что, опять-таки, яркость картинки черно-белой у монохромной лейки чуть-чуть повыше. Но не более того. Ну, кресты получше видны, меньше бликуют. Тем не менее, кажется, что особой разницы-то и нет. Достаточно перевести цветную картинку из лейки М10 в градации серого, и все хорошо. Ну и для этого я снял, конечно, на красивой белой стене окно. Вот вы видите цветную версию и сравнительные черно-белые. Снималось, естественно, все это одними и теми же объективами. Вот в данном случае окно снималось объективом Ноктелюкс, с начальной светосилой 0,95, на диафрагме, прикрытой до 5,6. Тоже, видите, небольшое количество оттенков серого, как бы в монохромной лейке побольше. А все остальное вроде бы точно так же. Но обратите внимание еще на одну картинку, которая тоже не сильно раскрывает нам глаза. Это на расположенную часовню, которая, правда, снята уже очень своеобразным объективом. Это старая лейцевская оптика, ну, относительно старая. Это канадский сумм микрон с фокусным расстоянием 90 мм и начальной светосилой 2. Я снял небольшую часовинку этим объективом, а потом сделал картинку покрупнее. Мне кажется, это может получиться интересно, поскольку, увеличивая изображение, мы как раз на старой оптике, что подчеркиваю, добились той самой разницы, которую я искал. Вглядитесь в эти картинки, сделанные еще при большем увеличении, и вы с удивлением обнаружите, что при равных матрицах, очень больших, чуть не в 50 мегапиксел, у нас с вами эти камеры работают по-разному. На фоне часовни вы видите, что у лейки М10 с цветной матрицей образуется огромное количество маленьких зерен, из которых как раз стоит цветовое изображение. А вот в лейке монохромной картинка сливается, как в лучшей классической крупноформатной фотографии, когда вы печатаете контактом. Это огромное преимущество, которое дает объем тем же самым сухеньким сухоцветом на переднем плане. Вглядитесь в них, и вы поймете, что разница колоссальна. В данном случае у вас в цветной камере точечный набор изображения, а здесь та самая мягкость крупноформатной камеры. Это очень интересно, и, собственно говоря, это удалось раскрыть только на старом леечном объективе, еще сделанном много-много лет назад. Он хорош как портретный объектив, и я им пользовался и 20 лет назад, и немножко раньше. Это роскошный объектив с фокусом в 90 миллиметров. Вот на нем, как раз, и удалось, собственно говоря, раскрыть разницу этих матриц. Но перейдем дальше. Вот на берегу реки я сделал несколько кадров одной и другой камеры. И перевел их в черно-белый диапазон, имеется в виду цветные. Что получилось? Как вы видите, и ветла очень интересные. Это объектив 21 миллиметр. Я вообще люблю объективы сравнивать с кратностью 2. Там 90, 50, и 50, 21 миллиметр. Ну, чтобы было заметно и ясно. Но на берегу этих ветел мы видим то же самое. Яркость в черно-белой камере чуть-чуть повыше. Ну, и перейдем, сменим ногу. Перейдем к другим сюжетам. И эти сюжеты достаточно интересны. Вот, послушайте мое вступление к этой части съемки. Уважаемые господа, я продолжаю свои оригинальные опыты по сравнению лейки М10 монохром и лейки М10 с полноценной цветной матрицей. Для этого я приехал в самое леечное место. Поскольку, как известно, лейкой лучше всего снимать саму лейку, я поехал в музей паровозов, который находится недалеко от города Переславль-Залезский, где я придаюсь приятным удовольствиям, снимая заклепки, ржавые железки и прочие всякие прелести этими двумя камерами. Заодно у нас будет очень ясное и понятное сравнение того, как работают эти камеры на плодах человеческого труда, воплощенных в железе. Как вы понимаете, паровозы – это очень благодатные объекты, особенно старые ржавые для фотографа. Вообще многие люди очень увлеченно этим занимаются. У меня недавно был такой сюжет. Но здесь в данном случае нас интересуют технические особенности. То есть как лейка передает хорошие сложные железные объекты. Ну и попользоваться, конечно, прекрасным ногтелюксом в этих условиях. Ну вот, посмотрите, паровозы с заклепками, сильно увеличенными. Дальше вы видите, что разница существует, но опять разница только в яркостях. Как и в кусочке увеличенном вагона, который стоит на путях. Здесь угол вагона, на котором видно и дерево, и ржавое железо. Вы видите, что в монохромной лейке проработка оттенков серого получше. Ну понятно, что хочется живить, испытать ногтелюкс на открытой диафрагме 0,95. Что я и сделал. В помещении депо, где паровоз стоял без освещения, со светом всего лишь от небольшой двери, я сделал кадр ногтелюксом на полностью открытой диафрагме 0,95. Вот, посмотрите, черно-белые результаты. Закономерность та же самая. Диапазон яркостей даже на черных поверхностях паровоза у монохромной лейки повыше. Ну а теперь перейдем к сути исследуемого сравнения. Дело-то в том, что трудно найти объект, который бы позволил точно передать те разницы тонкие, которые передает лейка монохром от лейки М10 в цвете. Как вы видели, с небольшой часовней на берегу Плещеевого озера это удалось. Где нам раскрылась тайна той самой красивой тонопередачи, которая сохраняется в лейке даже при увеличении. И которая очень похожа на контактную печать с форматных пластинок. А теперь посмотрим на дорогу в лесу. Ну, здесь, кажется, ничего интересного нет. Здесь только контраст по березкам. Но зато какой. Посмотрите. Увеличенный участок со стрелочками показывает, что эти самые березки в одном случае имеют очень красивый, делающий рельеф своеобразный на поверхности деревьев блик, который чувствует монохромная лейка, и который не чувствует прекрасная лейка М10 в цвете. То есть таким образом у нас что получается? Лейка М10 лучше передает градации серого. И точнее воспроизводит контрасты, что делает изображение объемным, а на больших увеличениях она имитирует, собственно говоря, контактную форматную печать мягким объективом. Ну, типа Апланата или Пицваля. Смотрим дальше. Вот дренажная канава в том же самом лесу. И посмотрите, пожалуйста, задний план над этой канавой, где деревья. Как видите, на лейке монохромной вы просматриваете отдельные стволы, потому что они обладают объемом и достаточной яркостью. На монохромном варианте М10 из цветной матрицы этого не получается. Ну и напоследок бревна, лежащие в воде. Вся разница сводится к тому, что градация оттенков серого у лейки монохромной намного выше. Таким образом, сравнивая эти две камеры между собой, я пришел к выводу, что, конечно, это самые разные инструменты. И если вам хочется получить действительно высококлассный монохромный снимок, который бы отчасти даже напоминал крупноформатную фотографию, конечно, надо ориентироваться на монохром М10. Это на сегодняшний день лучший инструмент. Ну или снимать камерой как минимум 4 на 5 дюймов. Ну или 13 на 18. Я-то предпочитаю делать черно-белые фотографии 8 на 10 дюймов, но это уже многие считают некоторым сиборитством. С чем я совершенно согласен, от этого снимать не перестану. Теперь обратимся все-таки к мирам. А что, в чем разница между лейкой М10 с цветной матрицей и монохромной? Ну, придется ее, конечно, перевести в монохромную версию и посмотреть. Оказывается, что монохром лучше передает фиолетовые, зеленые, голубые и красные оттенки. Что вы видите, собственно, на миров. Вот здесь две рядом кусочка идентичных мира, снятый и М10 цветной, и М10 монохромный. И рядом цветной оригинал. Как вы видите, все ясно. То есть, да, действительно, монохром лучше передает многие цвета. То есть, обладает к ним повышенной чувствительностью. И некоторыми, как я понимаю, особенностями матрицы, которые отсутствуют у лейки М10 в цвете. Почему? Потому что там другие задачи. Поэтому, уважаемые любители моих опытов, советую попробовать свои силы с лейкой М10 монохром, особенно со старыми объективами, которые раскрывают ее способности как ничто другое. Я был сам немного удивлен результатами тестирования суммы крона с фокусным расстоянием 90 миллиметров. Естественно, что на этом я не исчерпываю своих испытаний этих камер и надеюсь, что обращусь к этому вновь. А так могу высказать только огромную благодарность фирме Leitz, которая предоставила мне эту камеру и магазину фото на Кутузовске, который снабдил меня таким чудесным объективом, как Nogtilux с начальной светосилой 0.95. Он оправдывает свою цену, потому что ничего похожего я, как ни странно, в своей жизни пока не встречал. Так что советую вам получение больших фотографических удовольствий наступающей весной и надеюсь, что вы проявите интерес к моим дальнейшим испытаниям этих чудесных аппаратов. На этом до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok